Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, то советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы сможете найти большое количество интересного, а самое главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора, из разряда на что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля, это весьма распространенный ныне на вторичном рынке автомобиль. Пришелец из тех времен, когда доступные массовые автомобили имели под капотом по 150, 190 и более чем 200 лошадиных сил. Из тех времен, когда загородные трассы еще не были столь плотно усеяны камерами контроля скорости, а при выборе автомобиля, наличие в нем мультимедиа с красивой графикой играло далеко не первую роль. Символично, что сегодняшний экземпляр имеет правый руль, ведь для многих из нас, жителей Сибири и Дальнего Востока, знакомство с качественными, скоростными и стильными автомобилями в свое время началось именно с их праворульных вариантов. Встречайте, Honda Accord, седьмое поколение, кузов CL. Honda Accord седьмого поколения в кузове CL или CM, если речь идет про универсал, появился 20 лет назад, в далеком 2002 году. Этот автомобиль простоял на конвейере не так уж и долго, и по нашему субъективному мнению, немного жаль, что его конвейерная жизнь оказалась не столь продолжительной. Автомобиль сняли с производства в 2008. За свой короткий жизненный цикл машина пережила один фейслифтинг, который выразился в основном в незначительных косметических изменениях и каких-либо технических перемен не привнес. На территорию Российской Федерации в основном попадали либо автомобили с правым рулем, которые привозились в поддержанном состоянии из Японии, либо это были дилерские леворульные европейские версии Accord. Мы намеренно не затронем в сегодняшнем обзоре американские спецификации этих автомобилей, поскольку они достаточно сильно отличаются. Моторная гамма для европейских автомобилей представлена двумя бензиновыми агрегатами объемом 2 литра на 155 лошадиных сил и 2,4 литра на 190 лошадей. У японцев с правым расположением рулевого управления также двухлитровый двигатель на 155 лошадиных сил, 2,4 с прошивкой на 200 лошадей, а также топовая спортивная версия Евро-Р с жесткой подвеской, двухлитровым форсированным мотором с другой головкой блока цилиндров на 220 лошадиных сил и только механической шестиступенчатой коробкой передачи. Кстати, если речь идет про японскую спецификацию, то такой Accord вы могли купить и в версии с полным приводом, однако таких автомобилей на рынке достаточно немного. Ну а наш сегодняшний экземпляр – это самое начало практически 2003 год до рестайлинга, двухлитровый мотор на 155 лошадиных сил и автоматическая коробка передачи. По традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество локрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот сопротивляется он такому явлению, как ржавчина. Что касается толщины ЛКП, Accord седьмого поколения – это типичный японский автомобиль. В большинстве своем разброс показаний толщиномера будет лежать в пределах от 90 до 140 микрон. А вот что касается качества локрасочного покрытия, оно здесь достаточно хрупкое, если можно так выразиться. Сколы – обыденное дело. Клиновидный передок очень любит ловить их при эксплуатации автомобиля на трассе. Достается и передней кромке крыши. Соответственно, если вы смотрите подобный автомобиль, который в целом косметически очень и очень опрятен, и увидите косметический окрас без шпаклевки по передней границе стыка крыши с лобовым стеклом, скорее всего, речь шла о том, что на этом месте уже собралось достаточно приличное количество сколов до металла. И таким образом собственник решил избежать их последующего превращения в очаги коррозии. Что касается ржавчины у седьмого аккорда, то, конечно, с поправкой на возраст большинства этих автомобилей смотреть надо очень внимательно. Категорически не рекомендуем покупать такой автомобиль без предварительного осмотра на подъемнике. В первую очередь в зоне риска этих автомобилей задние арки. Как правило, коррозия на этих элементах стартует вместе с тыка заднего крыла и пластиковой накладки порога. Ну а дальше в дело подключается уже и коррозия внутренняя, которая начинается от оббортовки арки изнутри и дальше может, в принципе, доходить даже до сквозных дыр. Естественно, при осмотре автомобиля обращайте внимание на состояние порогов кузова, на состояние передних арок, не лишне будет посмотреть, и на нижней кромке дверей. На самом деле степень поражения кузова коррозии очень сильно зависит от эксплуататорских привычек бывшего собственника или бывших собственников. Насколько человек вообще следил за автомобилем, насколько он имел привычку содержать подобный автомобиль в чистоте, ну и, конечно же, от региона очень многое зависит, где эта машина эксплуатировалась. Ситуация усугубляется еще и тем, что большая часть этих автомобилей так или иначе имеет аварийное прошлое. Поскольку автомобили эти были в свое время модные, динамичные, популярные у молодой и горячей части автомобильного сообщества, соответственно, по мелочи, да и не по мелочи попадали они в аварии достаточно часто. Так что найти подобную машину в заводском окрасе в 2022 году задача, скорее всего, нереальная, либо столь же нереальным там будет ценник за автомобиль. Поэтому наличие косметических окрасов на кузове смущать вас не должно. Самое главное, обращайте внимание на то, чтобы, как говорят в народе, кости были целые и чтобы на месте была безопасность. Кстати, вышеизложенная одна из причин, почему, наверное, не стоит заострять внимание на таких болячках кузова, как слабое крепление бамперов, которые имеют свойство провисать, поскольку в большинстве своем найти подобный автомобиль, где бампер еще ни разу не снимался, ну, будет невозможно. Но в целом, если же вам повезло и вы нашли не тронутой ржавчиной седьмой аккорд, перед тем, как начинать активно эксплуатировать автомобиль, если, конечно, вы берете эту машину для себя и надолго, рекомендуем озаботиться дополнительной антикоррозийной защитой. Что касается бортового электрооборудования, а также салона, то по большому счету на этих автомобилях с поправкой на возраст нужно просто проверить, чтобы все, что находится в автомобиле, функционировало исправно. Но по статистике чаще прочего владельцы седьмых аккордов сталкивались либо с неисправностью мультимедийной системы в виде CD-чейнджера, который то отказывается читать диски, то отказывается их отдавать обратно, либо с тем, что прекращает работать подогрев сидения. Правда, на нашей праворульной версии подогрева в сидении и так нет. В целом же, кстати, надо отметить, что по части материалов салона седьмой аккорд это достаточно неплохой и по нынешним меркам, можно сказать, почти премиальный автомобиль. Поскольку при пробеге в 279 тысяч километров на этом автомобиле салон выглядит весьма и весьма опрятно и может дать фору многим более свежим автомобилям. Ну а теперь поговорим про силовые установки седьмого аккорда. Если оставить за рамками обзоров заокеанские версии автомобилей, где в том числе встречались и V-образные шестерки и дизельных европейцев, которые практически не представлены на российской вторичке, в сухом остатке что для лева, что для праворульных автомобилей имеем две силовые установки, относящиеся к одному семейству. Это двигатели K20A и K24A. Двухлитровый мотор серии K20A мог выдавать либо 155 л.с., как в нашем случае это гражданская версия, либо 220 л.с. на спортивной заряженной версии EuroR. Версия с мотором 2.4 в зависимости от рынка сбыта автомобиля могла выдавать либо 190, либо 200 л.с. Конструктивно эти двигатели представляют собой рядный четырехцилиндровый агрегат. Блок цилиндров здесь алюминиевый, с чугунными гильзами. Привод ГРМ цепной. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов здесь нет. Регламент регулировки 40 тысяч километров пробега. Моторы имеют фирменную систему изменения фаз газораспределения IFTEC, а также впускной коллектор с изменяемой геометрией, включающийся в работу на высоких оборотах. Впрыск топлива на всех аккордах самый обычный распределенный, и по большому счету проблемы у всех вариантов силовых агрегатов K-серии одни и те же. Пожалуй, самая дорогостоящая из них, про которую обязательно нужно знать, когда вы покупаете подобную машину, это проблема с распредвалами. Дело в том, что у тех владельцев, кто имел привычку пренебрегать процедурой регулировки клапанов, со временем, где-то тысячам к 150, начинался износ кулачков распредвала. Сначала выпускного распредвала, ну а за ним догоняет и впуск. Физический износ кулачков со временем может привести к тому, что клапанный механизм у вас просто перестанет нормально работать. Как следствие, падает мощность двигателя, двигатель начинает троить, начинает работать нестабильно, и, к большому сожалению, стоимость устранения данной процедуры достаточно небюджетная, если вести речь про новые запасные части. Второй момент – это непосредственно фазовращатели. К большим пробегам за 150 по 200 тысяч километров они также могут начать трещать, причем на моторах с объемом 2,4 это происходит несколько раньше. Двушки же подъезжают к этому рубежу попозже. Ресурс цепи ГРМ, несмотря на то, что она здесь достаточно тонкая, однорядная, весьма неплохой. По большому счету, какие-либо признаки растяжения цепи на данных моторах начинают демонстрировать уже после пробега 200, ближе к 250 тысячам. Причем, чаще прочего, симптоматика здесь проявляется в виде появления характерной ошибки по фазам газораспределения, а вовсе не по грохоту цепи при запуске, либо при работе мотора. К сожалению, проконтролировать выход натяжителя цепи, к примеру, на данных двигателях без снятия крышки лобовины будет проблематично. Поэтому придется, скорее всего, полагаться на диагностический сканер. Перескакивать, либо рваться, цепи на данных моторах не склонны. Мы уже упоминали впускной коллектор переменной геометрии, который приводится в движение, собственно, вакуумным механизмом, вакуумным клапаном. Так вот, как правило, также по ошибкам на сканере люди узнают о проблемах с механизмом привода заслонок впускного коллектора. В этом случае виноват либо управляющий клапан, либо подсос воздуха. Также некоторые владельцы автомобилей с двигателями К-серии сталкивались с плавающими оборотами и с вибрацией при работе. Ну, здесь все просто. Как правило, в плавающих оборотах бывает повинна дроссельная заслонка, а в том, что касается вибрации, естественно, подушки двигателя. Но все это, по большому счету, не столь важно. Поршневая группа на этих моторах очень крепкая и спокойно отработает 350 и более тысяч километров пробегов. Единственное, что на автомобилях с пробегами за 200 эти моторы уже могут подъедать масло, особенно при активной эксплуатации, если, например, вы купили автомобиль с механической коробкой и любите ездить на нем так, как это нужно делать на Хонде. То есть часто выкручивая двигатель в зону высоких оборотов. В этом случае мотор может подъедать литр-два масла от замены до замены. Кстати, интервалы замены масла на этих агрегатах лучше сокращать до 7-7,5 тысяч километров пробега. А если вы эксплуатируете автомобиль уж в очень спортивном режиме, то и эту цифру тоже лучше ужать. Тысяч до четырех. И использовать качественные масла. В этом случае ваша силовая установка продержится достаточно долго. В остальном проблемы этих моторов в основном связаны с запотеваниями либо течами масла. Это и подтеки масла из-под клапанной крышки, и по сальникам коленчатого вала. Причем здесь может бежать не только традиционно задний сальник коленвала, но также и передний. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обращайте внимание на то, чтобы двигатель был сухой. Либо сразу закладывайте в бюджет покупки сумму на устранение всех течей с замены соответствующих уплотнений. По части навесного оборудования на данных машинах можно попрекнуть разве что генератор. Большая часть владельцев аккордов так или иначе с его ремонтом в ходе эксплуатации сталкивалась. Что касается коробок передач на седьмом аккорде, то механические трансмиссии 5- и 6-ступенчатые здесь практически образцово надежны. Эти коробки выхаживают огромные пробеги от 350 тысяч километров и более. Коробки весьма приятные в том, что касается четкости переключений. На тест-драйве автомобиля нужно убедиться лишь в том, что коробка не издает посторонних звуков, а именно не гудит при езде. Хотя надо отдать должное, на механических коробках аккорда подшипники достаточно живучие, и угробить их можно зачастую лишь покатавшись с низким уровнем масла, которое, кстати, в механических коробках нужно также время от времени менять. Помните об этом. К плюсам же конструкции этого автомобиля с механической КПП однозначно можно отнести отсутствие здесь такой дорогущей детали, как двухмассовый маховик. Маховик здесь самый обычный, в паре с которым работает демпферный диск сцепления, срок жизни которого уж очень сильно зависит в данном случае от стиля эксплуатации автомобиля. Но стоит это все не так дорого и меняется не особо сложно. Так что если вы не боитесь автомобилей с тремя педалями, то мы бы рекомендовали остановить свой выбор именно на механических трансмиссиях. Тем более, что автоматы на аккордах отличаются некоторой задумчивостью и динамику, скажем так, крадут. Иначе говоря, в умелых руках двухлитровый автомобиль с механической коробкой в принципе запросто может поехать наравне, а то и объехать автоматные 2.4. И это в данном случае хорошо, поскольку над ресурсом современных коробок в 150-200 тысяч километров эти автоматы, пятиступенчатые, кстати, могут только посмеяться. Даже у особо ретивых гонщиков эти коробки способны подкинуть первые проблемы только на пробегах за 150 тысяч километров. Ну а первое вмешательство в гидроблок в виде чистки хотя бы или, как вариант уже и замены соленоидов, могут потребоваться на пробегах за 250 тысяч км. Вообще, у аккуратного водителя эта коробка способна будет проехать далеко за 350 тысяч километров пробега. Боятся эти коробки все так же перегрева и на самом деле грязного масла. Поэтому при эксплуатации подобного автомобиля маслом менять желательно хотя бы раз в 50 тысяч километров. При возможности можно поставить трансмиссию на свой фильтр, ну и помнить о том, что перегрев жизнь вашему автомату не продлевает. Кстати, при тест-драйве автоматного аккорда обязательно прокатитесь на машине не только в спокойном режиме, но и в режиме газ в пол. Эти коробки могут вполне адекватно вести себя на режимах частичных нагрузок, но выдать свое состояние с головой при движении под нагрузкой под полным газом либо при разгоне газ в пол в горку, когда проскальзывание КПП будет заметно уже не только водителю, но и пассажирам автомобиля. А это значит, что в ближайшем будущем коробка готова отправиться на переборку. Ну а теперь пару слов про ходовую часть седьмого аккорда. Ходовка на этом автомобиле строилась ради управляемости, ради курсовой устойчивости и езды поворотов. Конструктивно подвеска аккорда сложнее, чем, например, у тех же Solaris Rio, чем у современных автомобилей C и D класса. Ну а что касается ресурсокомпонентов, то картина приблизительно следующая. Меньше всего здесь выхаживают, конечно же, втулки и стойки стабилизатора. Порядка 20-30 тысяч километров пробега потом эти вещи могут попроситься на замену. И если в том, чтобы поменять стойки стабилизатора, никакой проблемы нет, то для замены втулок в данном случае придется опускать подраны, поскольку просто так к ним здесь не подобраться. Ресурс сайлентблоков передних рычагов и тех же самых нижних шаровых опор в данном случае порядка 100-120 тысяч километров пробега до замены. Что касается рулевой рейки, самого дорогого элемента любой ходовки, то здесь их могло быть два варианта. На правых рулях стояли электрорейки, на левых гидравлические, соответственно, с гидроусилителем рулевого управления. По ресурсу рейки, как правило, до 150 тысяч километров вообще никаких вопросов не возникало, потом рейка могла начинать постукивать. И, как правило, это дело связано с износом втулки. Также, если машина с левым рулем оборудована гидроусилителем, то насос гидроусилителя также большим пробегом уже за 150 ближе к 200 может начать слегка подгуживать. Причем с этим звуком он будет работать еще очень и очень долго. Побороться с этой проблемой можно попытаться, поменяв жидкость на фирменную хондовскую PSF Power Steering Fluid. Кстати, именно ее, а не рядовой Декстрон, следует заливать в гидроусилитель Аккорда. Ну и при осмотре автомобиля с гидрорейкой, естественно, обращайте внимание на сухость как самой рейки, так и на то, чтобы масло не бежало по шлангам системы. Что передние, что задние оригинальные амортизаторы Аккорда отличались вообще завидным ресурсом. Стойки на этих автомобилях выхаживали чуть ли не под 200 тысяч километров. Конечно, все зависит от условий эксплуатации. Они даже эффективность работы терять начинали достаточно поздно, после 120-140 тысяч пробега. А вот ступичные подшипники подобным ресурсом похвастаться не могут. Служат они в среднем около 60-80 тысяч километров. И здесь, кстати, все будет зависеть от того, какие колеса установлены на автомобиле. Если мы говорим про родные диски со штатными параметрами вылета и резины, это один разговор. Но если автомобиль эксплуатировался на низкопрофильных колесах, которые вдобавок сильно торчат из арок, увеличивая нагрузку на ступицы, то в этом случае ресурс ступичных подшипников может вообще неприятно сократиться. Задняя подвеска седьмого Аккорда полностью независимая многорычажка. С каждой стороны у седана по 5 рычагов. Соответственно, количество сейлин-блоков здесь очень большое. Но ресурс всех этих компонентов, изначально новых и оригинальных, был порядка 150-200 тысяч километров пробега. При осмотре поддержанного экземпляра, пробег которого будет скорее всего уже за 300 тысяч километров, проверять сзади подвески нужно решительно все. Кстати, шаровые опоры здесь есть и сзади, на верхних поперечных рычагах. Итак, какой общий вывод можно сделать по седьмому поколению Хонда Аккорд? Имеет ли смысл рассматривать подобную машину для покупки в 2022 году на повседнев? Либо нет? По совокупности качеств мы имеем вот что. Кузов этого автомобиля нужно выбирать с особой тщательностью. Надежные и мощные силовые агрегаты также требуют тщательной диагностики при покупке. По коробкам передач, если говорить про механику, в целом все должно быть в порядке. Автоматы здесь тоже ресурсные, если изначально не убиты. Ну а ходовая часть, в общем-то, не отличается какой-то повышенной слабостью, если говорить про ресурс компонентов, но при этом сама по себе весьма сложная конструктивно. И как следствие всего этого, подъем с колен полностью убитого экземпляра может влететь вам в крупную копеечку. Поэтому наш вам совет. Стоит изначально не тратить время на поиски подобных автомобилей по самому низу рынка. Старайтесь вести поиски в диапазоне вверх-средина. Вполне возможно, вам повезет, и вы наткнетесь на хороший, ухоженный и сохранный аккорд. И за свои деньги вы получите, пусть и не столь современный, но совершенно точно яркий и богатый на эмоции от управления автомобиль, который будет радовать вас еще долгое время. И в очередной раз, выезжая на трассу, вы не будете думать о том, сколько именно денег вы оставили в сервисе на ремонт ходовой части. Чтобы искать, найти и купить себе CL7 или CL9 в 2022 году, нужно быть немножко фанатиком, немножко повернутым на автомобильной теме. Человек, которому автомобиль нужен только для того, чтобы перемещаться из точку А в точку Б, скорее всего, найдет себе какую-то машину попроще, с более простой ходовой частью, с оцинкованным кузовом и гарантией от производителя. Но если автомобиль для вас это не просто транспортное средство, а нечто большее, и вы готовы часть своих доходов в это нечто большее вкладывать, то CL7 и CL9 это очень даже неплохой автомобиль. На сегодня все. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а если у вас был или до сих пор есть седьмой Аккорд, и вы проехали на нем не одну сотню тысячи километров, и вам есть чем нас дополнить, чем нас поправить, пишите все это в комментариях, поскольку людям, которые задумались о приобретении подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Спасибо, что смотрели, хорошего вам дня, пока! Пока!